Научный архив Российской академии образования сегодня это коллегия уникальных документов по истории образования и воспитания в России. Это документы, собранные, созданные в 18-19 веках педагогами и психологами. Ну, фактически, профессурой Российской империи, оставшимися в России после актеровской власти в 1917 году. Еще это документы образовательных учреждений и первых научно-исследовательских институтов в Советской России в начале 20-го века. И документы институтов учреждений системы академии и наук СССР, как существующие на период до 1990 года, добры и верны к этому времени. Все документы 17-го, 18-го и первой половины 19-го веков представлены в архиве в виде архивных копий или печатных изданий. Научный архив организован в 1944 году во второй половине, и он был в составе Академии педагогических наук СССР. На этот период в научном архиве и академии в СССР сосредоточены архивные документы, характеризующие деятельность научно-исследовательских учреждений по народному образованию в период с 1918 по 1943 год. Академия педагогов СССР приобрела у наследников основную часть архива профессора Чернолуцкого Владимира Ивановича, русский педагог, деятельного образования СССР. Профессор Иорданского Николая Николаевича, русский педагог, доктор педагогических наук, профессор. Архив Шопор Петровского Семена Ильича, русского педагога, математика, методиста. Также данный научному архиву Академии педагогических наук в этот период передал свой архив научный Чехов Николай Владимирович, русский советский педагог-профессор, действительно член Академии педагогических наук РСССР. И все эти документы насчитывали около 4900 гривен с коронавируем на тот период. В последующие годы научный архив пополнялся фондами личного происхождения. Это фонды видных педагогов, методистов, психологов, педагогов и директоров. На сегодня эти фонды составляют две трети научного архива Академии педагогических наук. Это фонды Амферова, Андронова, Глотского, Баркова, Бахтерова, Бензеля, Шацкой, Расселин, Лима, Челбанкова и других специалистов обозреваемых. Наряду с личными фондами весь 20-й день научный архив пополнялся другими фондами педагогических учреждений России, РСССР и СССР. Условно эти фонды можно разделить на несколько групп. Первая группа – это документы некоторых педагогических учреждений, существовавших в Российской Европе в переболюте 17-го года. Это фонд высшего жертвопедагогического института, фонд Московского городского общественного количества украинского тренинга. Вторая группа – это педагогические документы научно-исследовательских учреждений на вопросы РСССР, которые существовали в период с 1918-го года по 1943-й год в Москве до создания Академии Педагогических наук. Это 16 научно-исследовательских учреждений. И в фондах архивов, которые хранятся в коррекции документов, отражающие вопросы и проблемы по истории советской школы, развитию советской науки в этом историческом периоде России. Я перечислю несколько из них, они очень интересны. Это фонд первой опытной станции по народному образованию на компасе РСССР, достаточно интересный. Фонд биологическая станция юных натуралистов в Сибириаде, научно-исследовательский фонд научно-исследовательских институтов и русских школ, фонды научно-исследовательских институтов начальной и средней школы, Фонд научно-исследовательского института политехнического образования, Фонд высшего зонастического института посвящения, но и другие фонды. Следующий в группу, фонд педагогических учреждений, составляет фонд институтов уже учреждения Академии педагогических наук СССР. Это фонд научно-исследовательского института дошкольного воспитания. Фонд научно-исследовательского института национальной школы Академии педагогических наук РСССР. Ну и ряд других фонды. Также в научном архиве хранится фонд диссертационных период исследований с 1938 года, так и с 2006 года. Все отдельные документы, которые поступали в научно-исследовательский обрабатываются научными сотрудниками научного архива Академии педагогических наук РСССР. Составлялись краткие исторические справки, формирумировались подробные описания дел. У нас называют это опыта. Периодически по мере обработки архивных документов издавался обзор, печатался издавался в форме информационных материалов и журналов советской педагогики. Например, историческая справка по фонду Европейской станции по дорожному образованию РСССР была дана в сборнике за 1916-2012. И в журнале это отвечала в советская федагогика номер 12-2012. Далее, уже к 1974 году Академии педагогических наук РСССР был готовый и вышел свет справочник о составе и содержании фондов научного архива Академии педагогических наук РСССР. К 1990 году этот справочник стал же лидературатической редкостью, устарел с точки зрения истории, и он был переработан, дополненными фондами и издан Академией научных наук РСССР в 1932 году. И на сегодня научный архив академии образования включает в себя более 140 фондов и около 4000 дел за период с конца 17-го лета по настоящему времени. Хочу сказать, что все вышеперечисленные документы широко использовались исследователи, работающие в читальном израиле научного архива, начиная с 1932 года. Так, в архивных документах самого научного архива мы нашли материалы, где говорится, что за этот период, за период 46-го и 48-го года, документы, которые читали в зале, работали с документами, работали в воскресенье человека. Сегодня наши исследователи — это представители научного сообщества со всего мира, из Англии, Японии, Аминьи и Далии и многих городов России. Ну и, в конце, могу сказать, что на сегодня миссия научного архива российского экономического образования — это продолжение собирает сохранять и предлагать тренированную научно-сообщественную систему уникальное наследство исторических документов по образованию и воспитанию России в различных исторических лицах. Всех вас приглашаем. Спасибо.